Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На самом деле чаша Грааля есть на границе между Божественным миром и Творением, как его описывают, как замок. И воля Божия далее в полном объёме, естественно, не идёт. И вот сюда перетекает жизнь, свет, который поддерживает Творение. Это и есть чаша Грааля. То есть отсюда жизнь идёт, чаша жизни. И на каждом рубеже есть как бы слабый, более слабый оттиск этого. Идёт передача по сферам. Что это за сферы? Я уже говорил, что скорость волны. Не характеристики там длина, а скорость волны. Чем ближе к источнику света, естественно, тем ярче. В какой-то степени я не совсем правильно нарисовал, потому что для изложения материала так лучше. Но помните, есть такой момент. Где-то вот одиночный источник света, обычно в сельской местности, стоит столб. На нём лампочка горит. Если посмотрите, от лампочки отходит достаточно ясно, видимо, первая сфера. И если у кого хорошие глаза, видно едва-едва вторая сфера. Мы это видим своими глазами. Есть, конечно, и дальше сферы, но мы уже их не видим. Они выходят там, скажем, инфракрасные и так далее. То есть от источника идёт первая сильная, вторая послабее, слабее, слабее, слабее. То же самое и здесь. От источника света. Чем дальше удаляется, тем меньше содержание, как говорится. И энергии меньше, и так далее, и так далее. И вот существа, которые могут откристаллизоваться, как говорит здесь, осадок, они и располагаются именно по этому принципу. Кто способен выдержать эту скорость волны, это давление, эту температуру. И вот чаша Грааля, она раз в год обновляет энергию во всём творении. То есть не чаша Грааля, а свет через это место. Но это не совсем так, потому что я вынужден рисовать. У нас способность воспринимать можно только вот двух-трёх мерия. А там немножко другое. Скажем так, творение может затекать сразу со всех сторон, но нарисовать это в объёме невозможно. Поэтому излагается чисто как символически, что из чаши Грааля и стечение оттуда жизни. И помните, есть такой праздник Пятидесятников. А откуда он взялся? На Пятидесятый день после смерти Христа. И какие-то призванные, посвящённые, получили якобы откровение от Святого Духа. И они это понесли. Это и родило легенду, что те, кто это получили, и были первые священники. На самом деле далеко всё не так было. Там намного всё сложнее было, потом немножко расскажу об этом. А что такое пятьдесят дней после казни Христа? Святой Дух. То есть они получили, действительно что-то получили. Но как и пишет в исследовании Леон Солстой, что же такое они получили за 10-15 минут откровения, вот как полёты эти, больше, чем Иисус Христос с ними 3-4 года ходил, неужели они за 10 минут больше получили на личной связи, чем непосредственно от Бога, который был рядом с Ним? Ну что это за, говорит, такое? И мало того, то, что они получили, они никогда не говорят, а что они получили? Нигде этого нет. И поэтому как бы за этой ширмой, якобы, таинства, скрывается незнание. Потому что если они начнут говорить, что же они получили от Святого Духа в то время, естественно, что Иисус, может быть, одно говорил, а там пришло другое. И возникла гордыня у этих людей, что только мы можем передавать рукоположением священников к священнику из поколения в поколение. Поэтому возникла каста. И она победила ту часть правильной работы, которая существовала на самом деле. Потому что священники в первых диаспорах, городах, была выборная должность. Скажем, вот мы христиане, да, мы тайно собрались, потому что преследуют христианство, в то время преследовали. Решили, вот нас тут человек 30-40, и сказали, давайте выберем самого мудрого, самого сильного. Мы это видим, кому можно доверить. И выбирают. И может второго, если, допустим, тот сильный занят, тот второй. И решают какие-то оргвопросы, решают какие-то вопросы связи, вот что это, то есть перепроверяются. Вот это был священник, от слова «святить». Он был самый сильный. Но потом, когда диаспоры было уже не 30-40 человек, а 200, 500, 1000, 2000, потому что нарастало движение, чтобы принять одному человеку 2000, когда он успеет, у него нет времени. Ему надо семью кормить, у него есть свое поле, где он сеет, пашет и прочее. Тогда решили, как вот освобожденный председатель профсоюза, помните, он не работает, он просто занимается профсоюзными делами. Здесь то же самое. Решили сбрасываться по какой-то сумме, чтобы содержать эту семью, чтобы дать возможность этому человеку вот эту работу делать. Но как только должность стала платной, засуетились проходимцы. Можно не пахать и так далее, и так далее. А лучше вот это уложить. И началась возня. Возня, коррупция, интриги всевозможные. И в конце концов вот это все исчезло. И пошло вот это. Только мы. Это, кстати, произошло и в иудаизме. Я просто не буду говорить об этом, потому что это не суть важна. Нам главное вот с этой религией разобраться. Поэтому пятидесятники на самом деле понесли в религии то, искаженное, что отличается от Христа. И создали такую платформу для лжи. Где сознательно, где несознательно. Но когда какая-то теория имеет не вязки, как говорится, не соответствия, чтобы объяснить эти несоответствия, что вот это не стыкуется со словом Христа, а вот это не стыкуется с Ветхим Заветом. Поэтому все дело было не то, чтобы к истине разобраться и убрать эти невязки, а согласовать Ветхий Завет с Новым Заветом. И для этого нужны были толкования. И толкования попали в руки, как говорится, людей достаточно нечистоплотных. И вот они это, потому что это не так надо понимать. Это вот так надо понимать. Это люди толковали, которые не победили грехи свои. Естественно, что такое непобежденный грех? Если человек имеет страхи, имеет тщеславие, имеет какие-то там несколько искажений, он связан с бесами. Эти бесы через голову, теперь вы знаете, начинают вкручивать мысли и создают определенные как сети, через которые истина не пройдет. Но они были авторитетными, у них же должности уже были, и епископы и так далее. Епископ, кстати, переводится, смотрящий. Очень интересно, да? Если вы знаете, это из криминального жаргона, то же самое. Это с греческого переводится. Поэтому что получается, что постепенно-постепенно христианство, скажем, перестало быть оружием против тьмы. Поэтому оно стало для тьмы не опасно. И возвращаясь к Чаше Грааля, каждый год в районе Троицы и праздник Белого Голубя идет обновление в Игры Энергии, в Творении. И когда пятидесятники впервые это приняли, они посчитали это только для них и только единожды. Это один раз всего для них. А на самом деле это происходит каждый год. Вот эта вспышка, они еще за 50 дней не настолько остыли после смерти Христа, и они способны были принимать вот этот поток света, и, естественно, шла информация. Но прошел еще год, то есть еще год и 50 дней. К тому дате пришел, а они уже ничего не восприняли. Почему? Потому что они далеко ушли уже, и работать толком перестали, они чувствительность потеряли, и связь закрылась. Вот и все. А это происходит каждый год. Когда я был молодым человеком, какой-то день, вот я просто тогда не знал, я региозных праздников не знал, но каждый день какой-то весной был потрясающе хороший. Я не понимал, что со мной происходит. Вот это вот, знаете, как это разрывает тут душу что-то, вот как сердце. Думаю, да что ж так хорошо-то? Просто все невзгоды как растворяются. У меня абсолютно все, ты как птица взлетаешь вот над землей, и кажется, что такой прекрасный мир, и все, а потом один-два дня максимум и кончается все. Я просто не понимал, что тут происходит. Так что заблуждение, это и есть гордыня. Только мы, и только мы. А на самом деле, что они приняли, еще раз, никто не знает. И поэтому, если чаши Граале, это как раз связано, что идет истечение энергии, это импульсная подзарядка вот этой батарейки творения. Без этого, без этой поддержки творение бы давно уже замерзло бы. Оно перестало бы существовать, и вся жизнь бы здесь кончилась. Вот это и есть воля Божия, которая, скажем, формирует эти потоки. По чаши Граале понятно, да? Давайте теперь поговорим еще раз о том, что человек, вот я нарисовал как линзу, получает поток нейтральной энергии. Она прекрасна. И человек может распоряжаться на хорошее и плохое. И мы фокусируем. Нам дано, то на возможность, ниже нас этот мир, мы управляющие этим миром. Но мы стали плохими управляющими. Мы этот мир испортили. А почему у нас называют цари природы? Потому что по скорости волны, духовная, превосходит сущностная, превосходит эфир и так далее, и так далее. Вот почему. Это действительно, мы доминируем над всем нижним миром. Но поскольку мы чаще всего делаем плохо, поэтому эти минусы погрузили мир в хаос под нами. И здесь уместно говорить, поговорить еще о патогенности. Патогенность это, можно сказать, вредоносность переводится. Вот откуда вредоносность взяла? А человек, который сеет плохое, топси на земле, начал ее пачкать. Это антропогенный фактор всех этих аномалий. Поэтому в квартирах, везде, где только мы не жили за всю свою историю, мы оставили, как хлопья, вот эту грязь эмоциональную, она оседает, оседает слой за слоем, век за веком. Миллионы лет уже вот это накапливается, 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 поэтому многие места стали плохие. Если вы, вот кто так немножко попутешествовал, если вы попадете в горы, это настолько отличается от городов, в лес уже далеко, тоже не везде хорошо. Потому что люди ходят, туристы ходят, там еще что-то, и тоже свои эмоции развешивают на ветках. А вот в горах очень мало кто бывает. И когда я попадаю в горы, там, как вот в песне, и звуки, и краски не те, там что-то другое. Я вырос рядом с горами, рядом с Теншанем, по мирам, я там часто бывал. Я всегда был потрясен, смотришь, это храм природы, это такие огромные скалы, это гора, которая один камень, я помню, это под душам бе, ну, может быть, километра полтора-два, и единая плита, вот такая гладкая, с одной стороны, и уходит в небо, облаками там перекрыто, невероятно какое-то, и так, и так, серпантины, вот эти дорог, и вот ощущения, вот просто такие, как будто ты растворяешься, вот. И вот такая когда-то земля вся была, и мы ее так вот хорошо испачкали уже, что везде стало жить просто плохо. И тьма в этих местах резвится, она достает нас. Поэтому вот один из необходимых элементов, если, допустим, с вами работаем, я обязан в квартире вот эту нечисть убрать, иначе она в жизни не даст, спать не даст. Теперь давайте поговорим, мы можем потом вернуться сюда, понадобиться, скажем, ближе к телу. Каким образом защищаться можно от тьмы? Потому что тьма будет нападать на нас, пока она существует. Значит, до последнего часа, пока воли Божьи не уничтожат тьму, мы будем сражаться, что же делаешь, и терпеть. Помните фразу, претерпевшие до конца спасутся. Вот. И нарисуем любого человека, у него есть поле. Скажем, этот человек движется вверх, у него духовная работа происходит, и он свою душу постепенно освобождает от греха. То есть, его туча с грехами тает. Каким образом? Скажем, вот это старые грехи, а это сиюминутные. Сиюминутные должны, благодаря той методике, которую я вам давал, постепенно сходить на нет. Не бойтесь совершать ошибки, потому что человек паникует, и опять совершил ошибку. Да не в этом, собственно, проблема, потому что мы не можем мгновенно остановить этот сумасшедший локомотив. Как говорится, невозможно святить святым, и Бог от нас от этого не требует, Он понимает все, что заблуждаясь миллионы лет, даже за несколько лет не выстроишь себя в святости, а то есть абсолютно безгрешие. Поэтому нужно тормозить постепенно, 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 и в конечном итоге, если этот процесс идет, уменьшение грехов, за этим и дана третья заповедь, ты должен святить праздничный день. То есть, вот неделя у тебя прошедшая, остановись от трудов, как говорится, праведных, и подумай, что за эту неделю произошло, где ты совершил прокол, как бы не был совсем прав, где сорвался, где это, это, контролируй. Потом пришла следующая неделя, и у тебя сравнительная база появилась, а в этой неделе лучше, чем та, или такая же, или хуже. Это контроль за собой такой, анализируй. И в конечном итоге это заповедь направленный, да чтоб следил за собой, и смотрел, исправляется он или не исправляется. А то у нас что делают? Ты должен светить праздничный день, все, белая рубашка, стол накрыт, работать сегодня нельзя, и на этом заповедь кончается. Какая же это заповедь? Совершенно люди ушли, вот именно по заповню, совершенно ушли в сторону. Или, скажем, не поминай имя Господа в суве. Это день и ночь делаются везде, везде абсолютно, и человек даже не замечает, потому что автоматически это называется фразеологически застывший оборот. И выскакивает, и выскакивает, и выскакивает. И сказано, что если вы хоть одну заповедь нарушаете, не войдете. В каждую заповедь зачем-то дана. Так же, как говорит человеку «Я тебя люблю каждый день по 20 раз», это девальвация слова, оно перестает звучать с той силой, которая необходима. вот, допустим, любой из вас, идущий вверх. Естественно, что достаточно много будет людей, которые попытаются испортить настроение, потому что, если они во тьме, тьма их будет науськивать на вас, чтобы они испортили вам настроение, тем самым ввели вас в соблазн войти в раздражение, или обида, или страх, и так далее. Это день и ночь долбит, это болбит, как мне один сказал. Ну, какие же они неутомимые, 24 часа в сутки работают, не то, что мы. Это да, это точно. Каким образом защищаться? Сила нашей, нашего периметра или нашей обороны заключается в том, что если человек имеет веру настоящую, имеет движение вверх, то есть с максимальной скоростью, вот график, у человека, скажем, скорость вот такая, максимальная, я всегда пишу график, максимум, а он идет вот так, или вот так, он идет вверх, но недостаточно быстро, потому что его потенциал может организовать движение с такой скоростью подъема, а он так или так, или так, тем самым воля за нами наблюдает и говорит, а почему же ты ленишься, у тебя за сегодня должно быть не здесь, не здесь, а вот здесь уровень духовного развития, точка подъема, значит, ты ленишься, и тогда все равно проблемы не такие сильные, как у лентяев, но все равно будут, тебя начинает подталкивать жизнь, я все это проходил, пока я за там два-три года не достиг максимального графика, было давлением, неприятности и так далее, вот как только я вышел на это дело, за мной так немножко последили, последение, ну все, его подгонять больше не надо, скажем так, ремешок спрятали, все, ребенок понял, что от него нужно, понимаете, и если этот человек исполняет, то есть есть вера, есть движение с нужной скоростью, и тогда, если на вас что-то или кто-то нападает, вы можете, как бы, самая простая форма, как всегда говорят, это как зеркала, если не помогает, тогда такой же контур, только зеркалами внутрь, самая простая форма защиты, и сила вашей формы зависит от того, как вы верите и как вы двигаетесь, если ленитесь и не очень верите, ваша форма слабая, она не наполняется светом, и вы не сможете отстоять себя, и тогда начинается нытье, помогите, да помогите, человек молится, молится, я говорю, вы не забывайте, что молитва это не не сколько просьбы, сколько торжественное обещание, прости нам, как и я прощаю должникам, человек обещает, я буду прощать, главное, что меня прощали, а прощения-то нет, а веры-то нет, а вера-то ключ от небес, на секундочку верну эту картинку, вот человек, мозги, если нет хорошей концентрации, то через мозги нас как полынья замерзает, и мы перестаем верить, мы даже этого не замечаем, и когда мы пытаемся контролировать, через мозги говорят, мы верим, я верю, но это не вы говорите, это говорит бес какой-то, который через вашу голову пытается вам внушить вот эту ложь, что вы верите, и чувства даже иногда понимаются, такое, да, я верю, на самом деле, чувства, это всего лишь астрал, а настоящая вера, вот она, духовная должна быть вера, не это, не это, а вот это, многие люди не понимают, что именно ощутительная вера имеет понятие вера, из три слова вера, надежда и любовь, это относится к области ощущений, если хорошо подумайте, они даже не чувства, чувства может там, такое, 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 такое чувство, если подумайте, хорошо, вера это состояние души, надежда, опираясь на веру, создает допущение, что у меня жизнь будет намного лучше, это надежда, это вера во времени, если можно сказать, надежда, и потом, в конечном итоге, свет в конце тоннеля, мы ждем, когда придет любовь, когда у нас растет жизнь, и так далее, но ее надо еще заслужить, любовь, чем больше человек верит, скажем, может человек верить вот так, это уже убежденность, стопроцентная, а он верит вот так, соответственно, крестная сила, вместо вот такой помощи, как полноводная река, дает только ручеек поддержки, человеку не хватает сил обороняться, прямая пропорция, чем шире твой створ, открытый вера, тем больше тебе идет поддержки, человек этого недооценивает, да я вроде верю, вот именно вроде, тогда вам кап, 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 а чтобы открыть поток света, чтобы вас поддержали, откройтесь и верьте, ну как вот не получается, говорю, настоящая вера или убежденность создается опытом, вы не бойтесь приобретать этот опыт, если у вас будут реальные победы, не намерения, которые вы отведете, а реальные результаты, вот только в таком случае жизнь вам начинает отвечать изменениям, вот и когда жизнь не меняется, знайте, что это индикатор, вы не стоите на месте, либо сползаете вниз, это закон жесткий, он не менялся никогда, всю нашу историю, поэтому обращаться, как пожалеете меня, поставьте мне троечку в этом семестре у профессора, не получится, и вот, допустим, впервые, когда-то я применил этот принцип, главное, чтобы у меня не было ни страха, когда на меня нападает какой-то сильный, не было ни обиды на него, ни раздражения, то есть эти эмоции тоже разрушают мою защиту, если я не раздражаюсь, не обижаюсь, не боюсь, и так далее, тогда да, но если я начинаю опять полыхать этими бесами, кто же меня защищать-то будет, если я в ответ на зло, творю тоже зло, понимаете, не надо отвечать, в этом есть суть смирения, в этом есть понятие христианин, и в этом как раз и сила твоей защиты, как ни странно, чем быстрее ты будешь прощать и полыхать этими эмоциями, тем сильнее будет твой периметр, тебя не пробьют, почему, потому что ты не порождаешь бесов, которые притягивают по закону подобия, у тебя скафандр, я говорю, твоя защита пробивается изнутри, внутри враг, пятая колонна, которая разрушает изнутри наше поле, единственное, что вы не сможете отстоять, если вам положено пострадать, то да, через какого-то человека вы пострадаете, я тоже через это прошел, почему, я говорю, надо классифицировать, нападение, это что проверяет меня, либо я не иду по высшему графику, пошел вот так, тогда меня оклевать будет, либо это просто карма, то есть мне нужно просто перетерпеть это все, и мне иногда, да я бьюсь, бьюсь, а мне говорят, оставь все, пройдет через несколько дней, я этот голос знаю, он мой, ну я спокойно пережду, там день, два, три, все проходит, а что это за голос, в наших сказках очень много из такого, которое в простой форме поясняет, что это такое, помните сказку про семерых козлят, когда мама уходит, коза, на рынок, за молоком, она говорит, никому не открывайте дверь, я приду, я скажу, ваша мама пришла, молочка принесла, вы мой голос знаете, вот примерно по этому принципу я знаю тот голос, и знаю, когда голос волка приходит ко мне, и с этими же словами, как оттуда говорит, открой дверь, да мы тебе сейчас поможем, я говорю, это не мама, это не открою, я не верю этому, вот это и есть способность души разобраться, где лошадь тьма, а где свет, понимаете, во многих сказках это все есть, еще что нужно вам рассказать, я попытался, скажем, раз, там, два, три, защищаться так, на четвертый раз, условно говоря, защита не сработала, я говорю, почему, я же вроде с такой силой, ты должен менять формы, я говорю, как, ну, просто измени форму, по-другому защищайся, тогда я взял, скажем, вот тьма, я ведь не с человеком воюю, а с той тьмой, которая через этого человека идет на меня, я тогда могу какими-то там ракетами отбиваться, ну, как вот все игры эти компьютерные, могу взять вот эту тьму, растворить в кислоте, настолько я стал менять эти быстро формы, особенно, натиск первые полгода был очень сильный, и мне каждый день приходилось десятки раз менять формы, иначе они не работали, и я спросил, почему, говорит, потому что ваши мышцы духовные, в данном случае духовные, они атрофированы почти полностью за миллионы лет, и чтобы восстановить быстро, вам нужно напрягаться почаще, напрягаясь в обороне, каждый раз вы растете, ваш дух крепнет, поэтому вам все это полезно, и обдушин потом фраза, великолепная фраза, которая мне во многом всегда помогала, до сих пор помогает, огот люди, если бы вы знали, что все, что с вами не происходит на земле, вам крайне полезно, все, и радости, и горести, потому что, когда вам очень плохо, как я уже сказал, это либо искупление, так примите его достойно в смирении, либо нападение, как враг вас на зубок пробует, насколько вы прочные, отбивайтесь, защищайтесь, либо это намек, что вы вообще ленитесь, и вместо того, что идти туда, вы вот туда идете, вы сползаете, и враг вам как раз намекает, то есть и черти служат Богу, все нам полезно, вчера я тоже не рассказал, это в каждой лекции есть, что идет поток света от Бога, и Он нас защищает, в одном случае, когда-то я тоже стоял, боялся там, ревновал, тщеславие, там обиды, раздражение, и так далее, и так далее, это практически у всех нормальных людей, в какой-то степени есть, какие-то пропорции, если отчеркнуть эту зону, и дальше преступники, всевозможных мастей, там ранг, это взяточники, убийцы, организаторы мафии, наркоторговли, и так далее, тогда их много очень, вот это можно сказать, козлища, а это овцы, и козлища этих овец, бодают день и ночь, и этим овцам тоскливо и плохо становится, и что тогда, когда-то я вот такая же овца сказал, ну, ну, то толку от того, что я пытаюсь, что ты против них сделать, не получается, они организованы, они организованы, друг друга прикрывают, и так далее, используя властные структуры, ничего не сделаешь, тогда вот я взвыл и сказал, да что ж такое, Господи, и мне как бы, говорит, наконец-то ты Бога вспомнил, а то я тебе не нужен был до 46 лет, и вот с этого момента мне стало стыдно, и начался процесс, и вместо того, чтобы опять их ненавидеть, я начал свое бревно вытаскивать из глаза, и тем самым постепенно стал втягиваться под защиту, под это все, так происходит у каждого человека, так что эти козлища, они тоже Богу служат, потому что вот эти люди, вместо того, чтобы посмотреть вверх, и начать оздоровление собственной души, они начинают ненавидеть, сводить счет, у них мстительные намерения, и так далее, а сказано, аз воздам им, а вы вытаскиваете свое бревно, так что это не я говорю, я только повторяю, после Христа говорю, а вы делаете это, вместо того, чтобы их ненавидеть, используйте эту силу, эмоции своих, используйте против борьбы со своим, прошлым, со своим настоящим, и вот еще этот принцип, тоже запомните, что надо менять формы, чтобы раскачать дух, чтобы он все время укреплялся, вот, и все время подкатывает, вот это я помню, особенно первые месяцы, первые годы бывало, что подкатывает край, как говорится, мне уже настолько невыносимо, удары идут, и защищаться, я так вот про себя соберусь, думаю, это получается, что ж, я сдам себя чертям, если я сейчас скажу, не могу уже больше, я говорю, ничего подобного, и у меня появляется вот эта сила, потому что я представляю, что это за противник, иногда и видишь его, и думаешь, ну как можно вот этой вот шушере сдаться, нет, у меня появляется сразу, вот этот вот напор, и вперед, 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 я понимаю, что пытаются меня вести в состояние отчаяния, я один, никто мне не помогает, я говорю, я не один, Бог со мной, я не один, а долгое время действительно не было единомышленников, не было людей, которые меня поддерживали, наоборот, все мое окружение считало, что я не совсем нормальный человек, и вот выдумал какую-то ахинею, которая идет в обход всех теорий, в обход всех религий, вот ты что, я тут изобрел велосипед, ты в зеленые действия что-то надо, я говорю, так там ходят туда многие, но что-то у них жизнь не меняется, а я говорю, за несколько месяцев уж убедился, что жизнь может меняться, просто надо, если вошел, скажем, в лоно религии, так ты будь добр, занимайся ей, а не так, один шаг туда сделал, и самый ленивый выбирян выбирает вариант, кто-то за тебя должен думать, кто-то к тебе грехи отпускать, а ты можешь продолжать свои там рубрики, зарабатывать и копить, и все, а это не моя работа, это вот есть священник, если, да, хороший священник, если он нормальный, он скажет, работать ты должен ты, и не я, и ты должен быть безгрешен, ибо грехи, вы страдаете за грехи ваши, формула-то, вы страдаете за грехи, правильно, что сеешь, ты и пожинаешь, как можно отменить наше прошлое, которое неискупленное, а разве может человек от имени Господа Бога нас просить, да не может никак, ни одной пылинки никто не может списать, просто списывается по Христу, а не по тому, кто это придумал, ведь отпущение грехов пришло даже не сразу, это пришло в седьмом, что ли, веке, или в каком-то веке, вошло в состав работы конфессии, а до этого этого не было, кто знает эту историю ранее в христианстве, это все постепенно приходило, надо было запомнить как-то пустоту, иначе люди зачем туда будут ходить, поэтому ленивому человеку очень импонирует, что он пришел в храм, ему там грехи отпустили, и он теперь выходит безгрешный, на лице улыбка, у меня нет грехов, а на самом деле он идет и получает по ушам, как вчера, как позавчера, так и сегодня, и завтра и будет получать, и мы это видим все, потому что факты вот они, перед глазами, во всех странах, во всех народах, единственный способ спасать грехи, еще раз говорю, почему часто об этом говорю, что сеешь, что и пожинаешь, это преступление и наказание, как искупить, на свободу с чистой совестью, прощайте, и прощены будете, другого вопроса нет, это нам сказал Бог, и это есть в Новом Завете, что еще может быть авторитетнее, а люди посчитали, что вот они более авторитетны, чем Новый Завет, и чем слова Христа, они более авторитетны, а почему они игнорируют слова Христа, потому что у них в головах сидят черти, и они думают, что они великие, что они несут Слово Божие, на самом деле ничего они не несут, что если они его несли, Слово Божие, и люди этим словом были бы вооружены, у нас такого безобразия на земле бы не было, по крайней мере там, где существовала бы настоящая религия, А вот поэтому, какие вопросы есть? Здесь фантазия нужна, и некоторые люди говорят, у меня нет фантазии, смотрите мультфильмы, смотрите блокбастеры, там все взрывают, там такая фантазия, какие-то там эти трансформеры носятся, вот так, так, ого, посмотрел, и началось у меня что-то, и вот видите. Ну, что трансформеры там, это мужская, так сказать, фантазия, Ну, кастрюльку на голову оденьте, в стиральную машинку засуньте врагов, прокрутите. Юрий Николаевич, вот, например, у меня был такой опыт, я представила себе, что я упаковывала посылку, вот. С наложенным платежом кому-то. Я вам прислала, несу на почту, залю, да, и отправляю, не знаю. По обратному адресу, правильно, да. Я, вернее, я этого человека не знаю, но эту силу я просто чувствую. Я отправила, как бы, вот, по обратному адресу. Помогло? Да. Ну, вот, все. На ощущениях. Так что, да. Психорисование, это что, средство защиты, или чего-то понимание, что это, что это? Я просто, есть, у меня, допустим, в работе, есть три системы. Рисование, оно, скажем так, оно может ввести меня в заблуждение, потому что это все-таки материя. Я просто когда-то отпустил руку и говорю, для меня вот это да, а вот это нет. С этого начался диалог. Через несколько дней мне пошла ложь. И сначала я посчитался, как здорово, теперь я информацию любую. А когда пошла ложь, и я сразу, ну, если хоть один раз ложь пришла, уже верить-то этому нельзя. А мне пошел текст. Ты что, хочешь как попугай, тебе сказали, ты сказал? Не получится, говорит. Добывать на самому все. Я понял, что у меня что-то другое должно быть. Потом пошли образы. Образы тоже могут обмануть. Мне, наверное, раза два так жестко прокатила эта ложь. И, опять же, подсказка пошла, что главное у тебя, которое никогда обмануть невозможно, это ощущение твоей души. А образы и рисование это только вспомогательное. Проще, конечно, всего рисованием. Я сел раз, 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 но потом я мгновенно накрываю это полем души и начинаю вот это просканировать. Иногда вижу, что слой за слоем какая-то маскировка идет. То есть ложь пытается все-таки мне это втюхать все. И только вот сильное напряжение, как прожигаешь таким мощным лучом свет, когда я уже вижу, вот как восьмерка начинает работать, и у меня ощущение такое, сразу идет успокоение, мне хорошо, я понимаю вот это, и есть правда. Добывать правду не очень просто в нашем мире. Так что тут и тормоза хорошие нужно, и перепроверка, потому что это часто касается очень болезненных вопросов. И если скажу человеку ложь, я за это очень серьезно отвечу. И не страх меня в данном случае, что я за это отвечу, а стыд, мне стыдно, что я подвел, потом это долго жгет меня, и жгет, и жгет, хотя, может быть, с точки зрения людей, это мелочь, это не мелочь, для меня это не мелочь. Какие еще вопросы, пожалуйста? Что еще относится к ощущениям, кроме веры, надежды, любви? Ощущение правды? Не обязательно. Ну, боль может быть только в том случае. А? Воля? Ну, воля, думаю, что это ваша, скажем так, мощность вашего агрегата, вашей души. Это воля. И есть сильная воля, а есть слабая воля. И есть хорошее, настоящее терпение, а есть человек, который не имеет терпения. Ему кажется, что вот если он за неделю-две не добился результатов, а, не могу уже. Поэтому тут несколько слагаемых. Воля, терпение, вера, смирение, цель духовная должна быть. Потому что человек будет обслуживать ту цель, которую по-настоящему от души ставит. Если он от души не ставит эту цель, а человек его опять обманывает, что он вроде к Богу идёт, он не пойдёт туда. Потому что истинно, он прикован к земле, его больше волнуют земные проблемы. Они должны нас волновать. Нам не так-то просто сейчас жить. Но ещё раз говорю, они не должны быть главными. Вот многие люди страдают, им тяжело. Я говорю, вы знаете, мне тоже не так просто жить. Но только для меня, когда и какие-то потери случаются, я всегда начинаю взвешивать эту потерю. Скажу, ну это всего лишь деньги потерял. Или ещё что-то потерял. И какая-то неприятность с какими-то службами произошла. Но это не смертельно. От этого не умирает. Только переживём как-нибудь. Главное, что позиция моя в этом эпизоде должна быть правильной. И мало того, если я правильно отнёсся, через это принятие неприятностей в смирении, идёт искупление ведь. И тогда я говорю, ну как пословица, чем хуже, тем лучше. Чем хуже мне живётся, а я в смирении принимаю такой вариант жизни, тем быстрее у меня рюкзак с кармой уходит. Я же отрабатываю. И когда вот так вот побеседуешь сам с собой минуту, думаешь, так нормально всё оказывается. В этом справедливейшем совершенном мире всё полезно. Так что думайте чаще об этом, не давайте голове захватить и увести вас в негатив. Потому что всегда, если с нами Бог, всегда вы найдёте те слова, ту логику, которая противостоит логике тьмы. Логика истины всегда сильнее, проще, поэтому сильнее. И всегда вы найдёте трещину в этой, если вы знаете законы. И всегда найдёте, чем побеждать тьму. Так, что ещё тут можно рассказать? Ну, давайте, может, вопросы какие-то. Пишите, пожалуйста, слова из Библии. Проститься всё, кроме улына Духа Святого. Ладно, нац. Неприятие... Неприятие воли. Дух Святой – это воля Божья. Значит, против воли не пойдёшь. Потому что воля Божья и сотворила и волю человека. Мы её, как бы, производные. Поэтому фактически это воевать с самим собой. Вот, пример, когда я общу на какую-то ситуацию, которую я не могу изменить, да? Да. Вы её не можете изменить, потому что эта ситуация вам говорит, особенно, когда эта ситуация повторяется, 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 то есть идут намёки. Человек, ты неправ. Вот в этом эпизоде ты можешь разобраться, в чём ты неправ. Тебе даётся он раз, даётся два. Попробуй, пойми, что же тебе надо менять в твоей судьбе или в твоём характере. Вот многие мягкотелы, начинают кого-то жалеть, вот и от этого получают пилюли всякие, им плохо становится. Я говорю, если вы кого-то жалеете и хотите ему помочь, попробуйте помочь, но в ответ вы чаще всего получите неприятности. Поэтому, если вы раз-два так получили, в следующий, третий раз подумайте, а стоит ли помогать этому человеку, который в ответ на вашу помощь вам вредит. И вот у меня тоже, не помните, я рассказал вчера, что я понял, что добро должно быть адресным. И Иисус Христос притчу не даром прочитал, кто есть ближний наш, помните, у Луки, что далеко не каждый ближний, что ближний тот, кто вам готов помочь всегда, это ближний. Это не значит, что остальные мне надо помогать. Вы можете помочь, но только душой сканируете. И у меня часто бывает, мне почему-то не хочется этому человеку помогать. А потом, через короткое время, выясняется, почему. Я спрашивал, Господи, Отче, нашу молитву читай, почему? Мне говорят, потому что этот человек, вредный человек. Помогая ему, ты начнешь этот вред распространять еще больше. Может быть, вот его беды, в конце концов, заставят его подумать, а что же мне такая судьба плохая? Перестать завидовать людям, перестать быть с этим жутким эгоистом и так далее, и так далее. Если ты это перестанешь, может, тебе жизнь развернется и люди, как говорят, тебе потянутся. А если он вредный, если он не собирается менять себя, какой смысл он помогает? Ты только помогаешь держать на плаву его вредность. Вредный, когда у меня были опыты работы с наркоманами, с алкоголиками, можно было победить только тогда, когда человек действительно искренне от души хочет это бросить. А далеко не все алкоголики или наркоманы этого хотят. И опять же, свобода воли. Это же закон. И грамотные наркологи знают, что пока человек внутри сам этого сильно не захочет, серьезно, помочь ему невозможно. Поэтому все эти призывы, все вот эти великие там наркологи, они врут, когда говорят, приходите, мы всех вылечим. Да не могут они всех вылечить. Деньги они делают. Никакие снадобия не помогут, никакие там методики не помогут, пока человек лично сам не захочет это оставить. А тогда ему можно помочь. Один был случай, когда молодой парень на героине несколько лет был. Родители его привели ему 22 или 23 года было. Вот он мне это рассказывает, рассказывает, я ему, знаешь, говорю, наркотики что создают? Ты входишь в иллюзорный мир, где кажется, что ты хозяин, у тебя там радость и так далее. То есть это искусственные эндорфины. Знаете, что это такое, да? Эндогенные морфины, то есть гормоны радости. А если ты принимаешь наркотики, то внутренние, как бы, структуры перестают вырабатывать эндорфин. И поэтому, когда ты очередной раз не принял, у тебя угасает настроение, в депрессию впадаешь. Это достаточно быстро происходит, особенно при сильных наркотиках. Поэтому я говорю, а он говорит, а жить такая, какая плохая? Я говорю, у тебя 22-23 года в жизни такая плохая. Потому что, скорее всего, ты просто лентяй, и родители тебя избаловали. Вот носились, носились, носились с тобой бедники, наш ребеночек и прочее, и прочее. И вот ты стал таким изнеженным, и неспособным дать отпор в жизненном ситуации. Это и то, от родителей тоже зависит. И я ему предложил вот это. Работал с ним. Потом, как мы вот в полет вышли раз, в полет вышли два, он обалденно говорит, так это лучше, чем наркотики. конечно, пожалуйста, развивайся. Я действительно на сеансах десять работал. И он понял все, у него это получилось. Потом я говорю, единственное, что тебя нужно оторвать от среды. Если ты сейчас вернешься в свой ВУЗ, и попадешь опять в свою компанию, они тебе этого не простят. И тьма начнет тебя так-так атаковать. Я говорю, пожертвуй одним годом в ВУЗе, возьми академический отпуск, и уезжай куда-нибудь к родственникам, подальше из Москвы. Он меня послушал, уехал в Волгоград, и там обдушина стал преподавать своим сверхним. Полезное дело стал делать. Может, у него не получается так, как у меня, но, по крайней мере, взялся за нормальное дело. Я был очень рад, что вот одна душа хоть избавилась. А мне сказали, от героина никогда не избавишь. Я говорю, почему это не избавишь? Можно. Только это не таблетки нужны. А нужно человеку дать путь. Давайте, какие вопросы еще? А вы только что сказали, мы вышли с ним. Полезно душу с этим наркоманом? Ну, просто открылось вот как бы небо, и мы показали эту красоту. И у него, он получил эту радость. Но только радость он получил из хорошего источника, а не через наркотики. Естественно, что я попросил за него и помолился, чтобы ему помогли. Вот, а поскольку душа у него неплохая была, ему помогли. другой тоже случай был, когда мне не удалось парня вытащить. Тот, правда, подзрослее был, его до 32. И у него мама когда-то была работником ЦК. Она такая, по-моему, какой-то директор института марксидного ленинизма где-то в каком-то городе. То есть, как говорят, очень крутые родители. И вот, когда его девушка его привела, вот, он там с женой уже развелся, все. И я с ним говорю, тоже парень неплохой, Максим был. Разговаривает, такой красивый молодой человек. И я начал спрашивать, разговаривали с ним. Он говорит, я, к сожалению, родителей не люблю, потому что меня все время давили, 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 заставляли жить по каким-то меркам. Ты должен вот не эту любить, а вот ту любить, вот ту семья вот такая. Мы определенный уровень занимаем, и поэтому ты не имеешь права ниже спускаться, только невеста из этой или из этой семьи. А у него душа нормальная. Он говорит, я хочу любить. Я говорю, ты что? Дурачок, что ли? И его... Поэтому, говорит, я сначала стал пить, потому что домой прихожу, еще будучи там 17-18, мне тогда... Я во дворе там где-то выпил портвейно, потом начал водку пить. Вот. И какое-то время это помогало, потом перестало помогать. Ведь любой наркотик или алкоголь это блок от каких-то неприятностей, а человек не знает, как себя вести. Потом, говорит, перешел на наркотики. Вот. И меня все-таки женили, говорит, на этой женщине, девушке, которой я не хотел. Вот. Прихожу домой, и вот это... Мама с папой, жена долбит, ты должен занимать, ты должен карьеру делать, не надо вон все там это, и отдал кому-то. Ему это неприятно. У него душа, может, творческая, ему не хочется бизнесом заниматься. И он говорит, я как уколюсь, они орут, орут, а я смотрю, у меня по занавескам Карл Марс ползают. У меня так весело, я хохотать начинаю, они еще больше злятся. И он такие вещи рассказывал. Поэтому, пока вот несколько лет у меня этот опыт был, там тоже с такого смешного насмотрелся, слушал. Просто я при нем не смеялся, потому что там дело серьезное было. И три-четыре сеанса он воспрянул, он начал выползать как бы с этого состояния. Так об этом пронюхала мама. Пришла, такой шум подняла, там я вот принимал. Да вы, да ты, ты шарлатаны, там то, идем сюда, чуть-нибудь зашиворот его. И вот у него, видимо, воли нет противостоять. И он, мама, да и мне хотел лучше. Нет, сейчас я сюда милицию вызову, мы тебя скрутим, увезем. и забрали. То есть, мама ребенка своего уничтожила, так можно сказать. Так что, она не знала этого проблемы? Знала, но она посчитала, что лучше какому-то маршаку отвезти или еще куда-нибудь. Вот там, там великие люди, там институт, там организация. Пожалуйста. Она, естественно, как прокоммунистическая леди, она в это и не верила это работа очень тонкая. Только-только вот найдешь струны души, чтобы раскачать их, чтобы человек немножко двинулся. И у него это начало происходить. один священник в Ростове, по-моему, когда я ехал мимо и увидел четыре монастыря. Это вот в направлении Ярославля есть Ростов, город, 60 километров не доезжая. Великий. Ага. Великий. Ну да, там снимали фильм, эти, Иван Васильевич меняет профессию, там вот эти вот стены есть, по которым бегать можно. Это Ковский? Нет. Там я читала, что вы делаете. Нет, это вот Ростов Великий, да. Там озеро Неро. Да, да, там. И городок там где-то около восьми или десяти тысяч жителей, четыре монастыря там. Вот я приехал, я услышал колокольный звон, приехал, машину бросил, захожу в один ворот, так открывается калитка в воротах, и вдруг вот колокол главный ударил, сразу, бум, бум, вибрации пошли, настолько приятные. Ну, и так, разговаривали с одним послушником, там молодой парень, говорит, я от жизни, сбежал, вот здесь живу, сейчас работаю, тут садовником, там копаю, все. Ну, мы с ним разговаривали, он говорит, угод, вы интересный человек, давайте с нашим батюшкой познакомлю. Приходит тоже мужчина лет сорока, священник, мы с ним начали, говорит, нам бы, ваши знания, а то, он нас не слушает, вы же образованы, вы можете вот так это преподносить, вот, не каким-то архаизмом, люди почему-то это не слушают, потому что надо разговаривать на языке современника, надо использовать образование, какие-то примеры, какие-то параллели, чтобы вас поняли, ведь главное не гудеть вот каким-то диаконским басом, а главное, чтобы опрокинуть в сознании вот эту тьму, нужно ее победить, а для этого нужна логика, а не просто требовать от людей слепой веры, слепая вера не поможет, слепая вера равнозначно незнание, а вот когда вы логику преподнесете, объясните, в чем дело, тогда мозг перестает оппонировать вам, потому что не знает, не о чем крыть, а он говорит, а можете лекцию прочитать, вот я сейчас соберу народ, и говорит, да пожалуйста, посмотрел, что два у меня еще есть, до Ярославля за 40 минут докачу, давайте, и он собрал, там есть колледж какой-то, ну такой подростковый, там 15-16 лет в основном, процентов там уже 70 девушки, и парни, собрал их, потом какое-то местное население пришло, ну может сотня человек было, вот, и я понял, что поскольку меня пригласил священнослужитель, я постараюсь в острые углы обойти, я с таким юмором преподнес именно для вот этого населения, 15-16 лет, не сходя с их возрастом, их проблемами, как начал вот это все, и вспоминал и свою молодость в этом, вот, им очень понравилось, священник хохотал, говорит, и смешно так все, он говорит, а вы можете еще приехать, я говорю, ну а кто тут будет, вы вот послушали уже, а кому еще читать, он так подумал, подумал, ну да, я говорю, кому еще читать здесь, населения очень мало, вот, а в Ярославле, куда потом приехал, тоже такой зал, и помню, читая, читая лекции, и вдруг такой истошный вопль, православные, бегите отсюда, тут дьявол с вами разговаривает, бойтесь его, а там кто-то себе, да боимся, боимся, ты давай, ты не, когда, я говорю, такие бывали иногда, просто откровенно меня называли, чуть ли не сатаной, я говорю, о-о-о, говорю, во-первых, сатана никогда на земле не воплотится, ему не позволит Бог, это раз, во-вторых, я говорю, если вы меня обвиняете в сатанизме, из всего, что я изложил, назовите хоть фрагмент какой-то, где этим пахнет, а вот ты против церкви, я говорю, церковь, есть слово Божие, и я его защищаю, а не нападаю на него, я не борюсь с церковью, я борюсь с ложью в церкви, чтобы она ушла, и чтобы люди получили то, что им необходимо для борьбы, вот, с этим всем, безобразием, иначе у нас, нам нечем бороться, а это вот абсолютное оружие против тьмы, каждый акт смирения, то есть прощения, убивает беса, мы прощаем, и Господь растворяет какую-то кляксу из нашей биографии, и чем чаще мы прощаем, тем быстрее у нас идет разгрузка, следовательно, чем больше неприятностей, тем быстрее шансы искупить, поэтому, говорю, чем хуже, тем лучше, еще раз, как видите, некие пословицы, они вполне понятны, хотя внешне скажут, как это, как это так, чем хуже, тем лучше, еще какие вопросы? А были какие-нибудь у нас из священников, оппоненты, чтобы вы с ним вот вступали в поле на поле? Да, были, которые говорили, что на великого апостола Павла вы напали, почему вы нападаете? Я говорю, процитировать Павла из Нового Завета разведого нападения, я словами Павла напал на того же Павла, говорю, я цитирую, просто память неплохая, это я сейчас уже несколько лет не читаю, у меня немножко стали угасать тексты, а раньше настолько наизусть многие знали вещи, говорю, восьмая глава послания римлянам, Павел говорит, мое сознание не хочет грешить, поэтому тем самым я, человек сознания, служу Богу, я не хочу грешить, но плоть моя при этом грешит. Я говорю, так мы все павлянцы, мы не хотим грешить, но мы грешим. Я оправдываю себя этим, если мое сознание, что и есть человек, не хочет грешить, я перед Богом чист, так Павел говорит, а плоть моя, ну, после смерти, значит, она уйдет, но зато мое сознание, это уже чисто. Чем вам, не вариант, обслуживать лень? то есть я подошел, кушать хочется, а работы нет, подошел молоточком, тюкнул кого-то, вытащил у него кошелюбу, я так не хотел ему это по голове бить, но кушать хочется, у меня не хочется его, вот, сучать, поэтому я чист перед Богом, но кушать хочется. То есть вот если просто спустить на такой бытовой уровень, это же абсурд. Как это так, отделить сознание от тела? Сознание в теле, мы единое существо, и мы отвечаем за поведение тела, за поведение, за слово, за мысли, за чувства, мы за все отвечаем перед Богом. Держи очаг помысла в чистоте, Иисус сказал. И что наши святые не доказали, что они могут укротить и мысли, и чувства, и плоть в конце концов. Уходили в леса, уходили, как говорится, за собой, сколько народу повели. Если вы помните историю Сергия Родонежского, он ушел подростком в лес, потом постепенно вот эта борьба, что он в одиночестве там, потому что пришествия-то не было, и он в одиночку срывался против бесов, это сложно. И он ушел от людей, потому что от людей плохо было. И обратите особое внимание, он не в храм ушел, не в монастырь, он ушел в лес, потому что ему посоветовали, если ты хочешь с Богом отношения, уходи от людей. И он ушел, и от официальной религии ушел, и от людей ушел. Прошло какое-то время, потянулись люди к нему, как магнит, потому что он знал, что говорить, он знал, как делать. Он же у него методика была. Потому что в любом педагогическом процессе главная методика, не просто призывать, любить Бога, а объяснить, как это делается, и дать свой опыт, чтобы ты шел уже по проторенной дорожке. вот что было. И потом, когда движение вот это стало нарастать, я познакомился с одним ученым, исследователем, он очень пожилой, он мне подарил такую маленькую брошюрку, она у меня где-то лежит в Москве. Там он описал как раз, что вот то, что произошло после Сергия, его последователей, возникло движение так называемых северян, или их называли нестяжатели, то есть они не тянут на себя, нестяжатели, и иосифляне, это те, которые вот официальные храмы. И уже при Василии Третьем, это еще до Ивана Грозного, когда началась грызня между там этими священниками, то есть официальная церковь стала понимать, что подрастает конкурент, и люди к ним больше ходят, чем в официальные храмы. И когда они стали жаловаться царю, то он сказал, вы тут придворные шуркуны, вы со мной власть пытаетесь делить, у вас в монастырске эти земли, где вы заставляете бесплатно людей работать и деньги себе. А он говорит, мне вот такая церковь не нужна, я скоро вот их позову. Они на народ хорошо влияют. И вот после этого начались гонения на нестяжателей, а стали ложно обвинять их в ересе, некоторых людей казнили, и официальная фактически церковь вот этот здоровый росток подавила. То, что создали вот эти вот подвижники. Так что, а потом, после всего этого, прошло какое-то время, и они этот труд присвоили. Вот православные храмы, это наш человек, Сергий Родонежский, да никакого отношения к его подвигу не имеет. Потому что заполнить пустоту и Саровского, давай сюда, и Родонежского, и Свирского, и Вырицкого, и многих таких подвижников, они вот это, вот это, вот это. Потому что работа этих людей, естественно, что многое не говорили, но внутри себя понимали. И для себя строили правильный створ религии, а не то, что в официозе говорится. Вот поэтому они не в храм ушли, а ушли в лес, подальше от всех этих лжетеорий. Единственное, что можно сказать, нельзя говорить, скажем, официальной церкви, только такое плохо. Дело в том, что вообще сохранено предание, благодаря тому, что существует вообще христианская церковь. Сохранено предание, в какой-то степени, пусть искажённые, но тексты собранные. И людей, которые серьёзно желают постигнуть суть религии, как и я тоже, в конце концов, Библия тоже мне много дала. Ведь прямая речь христа там осталась, просто она была перемешана с людскими толкованиями. Но серьёзный испытатель, исследователь может найти там всё. И находит. И если бы не было церкви, конечно, не было бы ни Библии, не было ничего. У нас это точка опоры, очень серьёзная точка опоры. Поэтому я просто, я не нападаю, я просто вынужден вот эту критику давать без всякого зла. Я не обвиняю ни церковь, ни никого, ни людей этих, потому что они живут так, как они могут. У них тоже свобода выбора есть. И многие люди понимают, что там ложь есть. И многие уходят даже из священничества. Но некоторые говорят, мы хотим людям хоть что-то дать. Поэтому остаёмся в луне церкви и продолжаем принимать людей, крестить где-то похороны. Ну, короче, все вот эти ритуалы. Людям очень сложно, мы с ними беседуем, чисто как психологи, им становится легче. Это тоже труд, и он тоже нужный. Весь вопрос-то в том, что вот это труд, который тоже очень нужный. К сожалению, сейчас вопрос ребром. Либо вы будете жить, либо вас выметут с планеты. А вот этот вариант, который в официальной форме подаётся, он бездействует. Душу надо поднимать собственным трудом, и другого пути нет. Поэтому нужно разобраться и дать человеку эту инструкцию. А как жил Будда? А? Михалыч, Будда же тоже ушёл. Он же был принц, вообще жил. Если вы найдёте здесь, что такое Будда. Будда по восхождению принца, сын Раджи, вот, и он в раннем возрасте понял, что вот он должен уйти от богатства, чтобы чего-то построить себе, то есть человека создать. И он ушёл. И он добился очень многого. И то, что называется нирваной, он вошёл в состояние связи с духовным миром. И он увидел вот эти чистые существа, духи наши, те, которые уже освобождены от грехов, и они присутствуют там. Эту красоту и любовь он почувствовал душой. Но он ошибочно почитал, что это боги. Вот. И почитал, что это боги. И поэтому в буддизме возникло ощущение, что соединение с атмой, атма с божеством, как-то Бунаботом, Бунаботом, что-то забыл уже этот термин. И поэтому, говорит, вот отсюда возникла ложь, что мы можем стать богами. Это в буддизме есть, это есть во многих теориях, что человеку по присоединению божественным. Нет. Это искажение и это страшная гордыня, что мы можем стать богом. Человек есть человек, а бог есть бог. Мы не можем с ним сравняться, потому что, наверное, это наша точка плавления ниже. Мы не бесконечны, а бог бесконечен. Я имею в виду в качестве, не бесконечны. По жизни, пока бог с нами, мы можем жить вечно. Вот сколько бог будет поддерживать творение, мы будем жить. Потому что мы в себе несем тоже, вот это вот, как искра, как от главного источника, от костра, искра отлетела, человеческий дух. И она может жить, пока питается волей Божией. Если волю Божию посчитают нужным закрыться, значит, мы перестанем существовать. Мы пришли сюда добывать сознание, осознать самих себя. Ведь Дух Святой, и мы Дух, мы только несознательны, потому что мы не знаем законов. Когда мы познаем законы и начнем им следовать, что произойдет? Мы становимся сознательными, участниками процессов творения. Это все равно, что человек был не образован, получил высшее образование, в конце концов, профессиональное образование, ему доверились, какому-то фабрику или какое-то аграрное предприятие, где он стал профессионалом. И он прекрасно там справляется со своими обязанностями. Вот что от нас нужно. Только мы должны познать законы творения. А законы природы, есть частные случаи законов творения. То есть законы физики, химии, биологии и так далее. Это тоже от Бога все. Вот и наша истина в этом и есть. Для человека истина – это познать законы Божии. Это и есть истина. Наша эволюционная задача из бессознательного состояния выйти в сознательное состояние. Мы должны добывать его. И в этом есть смысл бытия. А люди хихикают, где же тот смысл жизни? Да вот он. И ничего сложного тут нет. Разогнать вот эту шушуру из головы и найти все это можно. Что еще? Все насыщены до предела, я чувствую. Ну, если все, так заканчиваем-то, да что? Верникает, если человек сошел в правильном пути, со своими максимальными точки идет, и так вот шатковалка, он может вернуться, настигнуть то, что упустил, или уже нет? Может, если сильно не натворил плохого. Один человек, который из наших рядов ушел, потому что не выдержал кармы, хотя там не проблема была особая, просто одиночество припекло. Вот, началось поливание какими-то нехорошими словами. Человек отошел в сторону и начал других призывать. Бросайте вы все эту ахинею, никому она не нужна. Вас обманывают. Как мы жили плохо, так и будем жить плохо. Ну, один-два человека с ней присоединились, я говорю, ну, что же делаешь? Горе побежденным, есть такое слово. Тьма их победила. Вот, и человек начал работать против этой темы. Естественно, что сколько людей она увела в сторону, она за них тоже отвечает. Ну, и они тоже слабые оказались. Потому что лень всегда в нас сидит, инертность, от которой мы должны избавиться. Это есть задача наша. Ну, конечно, лень победила. А за ленью тьма стоит. Царство небесной силы берется, и слабо мне место в верхнем мире. То есть ты не выдержишь вибрации сознательного мира, поскольку ты не идешь туда, не идешь добывать сознание. И что будет после катарсиса, который ожидается на земле? То есть человек, который не выполнил той программы, которую ему предложил Бог, что из бессознательного стать сознательным, если ты не можешь им стать, ну, сиди на своей бессознательной полочке, пожалуйста, он туда вернется в бессознательное состояние. А весь тот опыт, который за миллионы лет получила душа на земле, будет стерт. Потому что человек натворил много зла, а искупать его не хочет искупать. Не хочет приобретать вот эти знания. Тогда что? Тогда с него насильно все это сдирается, и человек отправляется оттуда, откуда пришел. Для меня это очень страшно, если человеком это произойдет. Может быть, когда-то ему в какие-то времена и позволено будет начать сначала все. Но это достаточно долгий труд, тяжкий. В Библии-то отражено такой фразой. Будет скрежет зубов, и выброс во тьму внешне. Вот так это по Библии звучит. А почему скрежет зубов? Представляете, когда все это начнется? Многие что скажут? Почему нас не позвали? Почему нас не предупредили? Это жестоко. Мы погибаем. Наши дети погибают. Наше имущество горает или тонет. Почему? За что? А он скажет, но вы же не приходили, когда вас звали? Как не приходили? Где? Кто нас звал? Да вы вместо того, что, скажем, на этом сайте побыть, или пойти на эту лекцию, вы пошли на какой-то порнофильм, или еще куда-то пошли. Или вам танцы, или деньги надо делать. Вам некогда, товарищи, заниматься духовной работой? По всему миру это идет призыв. Идите к Богу. Вы выбрали ленивый вариант, следовательно. Что же сделаешь? Это, то есть, скрежет зубов, будет. Да. Вот в Абдрушине есть такая фраза, снята пелена с глаз. За какое-то время, да. А пока, что это, что это, как это вы говорите? Ну вот, когда будет пришествие, а, скажем так, откроется слово, допустим, оно на земле, но никто не знает, где оно, и кто это. Поэтому для людей, которые серьезно отнеслись к этой теме, и идут вперед, и так далее, вот с них будет снята пелена, а не увидят крест и голубь. Но для многих это будет вопрос закрытый. Поэтому Иисус предупреждал, что не верьте, пока не увидите то, что надо. И Абдрушина об этом говорит, что пока вы крест и голубь не увидите за кем-то, будьте осторожны. Вас могут обмануть. Да. Бывает такое, что что-нибудь скажешь, и сделаешь, и потом стыдно. Как с этим потом? Как со стыдом бороться, или что? Со стыдом бороться не надо. Если у человека стыд за что-то, значит, у него душа живая. Эта душа недовольна вашим поведением. Просто постарался в следующий раз так не делать. Ну, конечно, потому что стыд – это основа целомудрия. Когда человек имеет стыд, он всегда, ему вот стыдно за это, или за это, за это, по крайней мере, начинает себя корректировать. А если стыда нет, во-первых, называется бесстыдным, душа уже мертвая, она не регистрирует, что это плохо, это хорошо, и все равно. Не душе все равно, то есть настолько закрыта душа, от тела отделена, что уже вот этого стыда сюда не поступает, не от регистрации. Потому что душа – это прокурор у нас. она надзирает за законностью нашего поведения. И если стыд есть, это очень здорово. Юрий Николаевич, еще вопрос. А вот сомнением, как они борются, когда выбор из двух путей, и то, что в голове нет так, нет так, нет так? Ну, сомнение тоже здоровое, скажем так, здоровый процесс в организме, потому что верить всему просто так нельзя, особенно в наше время. Надо проверять все. Доверяй, но проверяй. Скажем, если вы видите какую-то логику, вы можете взять ее и проверить на себе, скажем, а если у меня будет так получаться, значит, это правильно. Мы тоже об этом говорили, что знание – есть продукт. Когда вы прочитаете какую-то книгу по мнению всего мира, что это великий автор, вы его прочли и сказали, ну да, здорово, хорошо, красивые слова. И вы считаете, что вы знаете это. На самом деле вы это не знаете. Вы только приобрели мнение этого писателя. Это мнение писателя, которое в данном случае стало достоянием вашим. Если вы складываете свое мнение, а вы проверьте его. Вот писатель писал так. Вы пожили его призывом, как он говорит. Год пожили, два может быть, а может меньше. И сказали, мнение это ничего не дает. Следовательно, мнение, проверенное опытом, дает вам регистрацию. Ничего тут нет, пусто. Понимаете? Ваше мнение проверено, или мнение этого автора. И вы говорите, от этого ничего не происходит. Теперь, значит, это ложное направление. Если этот путь вам что-то дал, и у вас пошел расцвет, причем стабильно, чем дальше, тем больше, и вы получаете радость, и прочее, прочее, и прочая жизнь ваша меняется, значит, вы проверили, сказали, да, этот путь правильный. Ваше мнение проверено и названо истиной. Теперь вами названо истинное мнение. Но это еще не знание. Знанием это становится тогда, когда вы в простой форме передаете другим людям, и вас понимают. Вот вы в данном случае получаете от меня что-то, я стараюсь избегать разных сложностей, и говорить на совершенно простом языке. Потому что мне надо не красоваться, что я все знаю, а моя задача, чтобы вы поняли это. Это моя главная задача. И когда вы это понимаете, следовательно, я вам передаю знание. Вот тогда этот продукт называется знание. Иначе это заперто внутри, я могу читать лекции на очень сложные темы, по медицине, по физике, на птичьем языке. Тот, который вы не понимаете. У меня глаза будут блестеть, от ощущения, какой я великий, я все знаю, а вы будете сидеть слушать. А что он нам говорит? Не понимаем ничего. То, что очень часто происходит. А зачем? У меня когда-то в самом начале было такое, что термин, такие термины. Я думаю, это тщеславие. Убирай эти термины. Зачем они нужны, когда на простом русском языке есть совершенно четкие вот эти синонимы. И меня понимают. И задача моя, чтобы меня понимали. Все. И постепенно я стал это исчезать, исчезать, исчезать. Сергей Дмитриевич, по сомнению, мы теряем. Не поступить так или иначе, по мне, так или иначе. А для этого душа, душа, она должна у вас открыться и пролагать вам дорогу. Вектор должен быть духовный. Помните фильм «Пираты Карибского моря»? У Джека Воробья был компас. И он показывал мне на север, а туда, где результат будет. Правильное направление. Чтобы добиться чего-то, туда иди. Это душа же. Да, свой компас настраивайте. Как вот компас туда, чувствуешь, не то, не то, не то, не то, а вот тут хорошо и радостно, значит, туда надо. А мозг говорит, что делаешь? А я говорю, я пойду туда. Нет, туда ходить не надо, там не заработаешь, там это. Я говорю, я прямо туда пойду. Приходишь, и все получается. Игой плачет. Да. Слезы, когда человек плачет, возбывает боль души, скажем так. Причем это не умение, это не постоянная депрессия, а, скажем, во время маленьких или что-то, бьет, когда вот рвется слезы. И очень сильно болит душа. Что это? Предчувствие, скажем, любого приятности, это сознание совершенных грехов и вот это вот состояние. И как бы рассматривать недостаток, или наоборот, это, скажем, благо для души, что очищается душа? Знаете, какой образ у меня пришел в ответ на ваш вопрос? Что вот вы, как птица в клетке, бьетесь и не можете вырваться. И вот это отчаяние вызывает слезы. Как вырваться вот из клетки нашего разума? Я вам и рассказываю. Клетка открывается вот так. И все. Душа, вот многие души страдают. Я помню, и родственники как-то приехали ко мне. И мы вот над тем разговаривали. Они говорят, ты чем тут занимаешься? Сказали, какой-то медицины там? Я говорю, нет, я другое. У меня, скажем, больше педагогическое, говорю, направление. Ну, и о чем? Начали разговаривать, разговаривали. Смотрю, минут через 10-15 женщина заплакала. Да что ж такое, прям слезы льются, и все. Потому что душа почувствовала, что это правда. Вот, и среагировала. А мозг сильный. Вот, и я ей объяснил, что мозги на одно место поставить. Этот инструмент должен работать за нас, а не против нас. А для этого нужно определенные знания и усилия. Евгения Павлович, у Утрашина есть такая лица, что переживания в детстве на сущность того уровня, Как-то он так объясняет. А вот, например, сказки, легенды, или что-то такое, что нас старается нам помочь, да, вот, абстрактно видеть, да, вот, мир и эмоционально, что это не является настоящим переживанием. Так говорит под душем. То есть, я так понимаю, что переживание это именно чисто наше, вот, оно должно пройти. То есть, наверное, легенды, сказки, они нам помогают, но они не являются тем настоящим переживанием, либо они подталкивают к чему-то. Но они в какой-то степени, они иллюстрируют, что мы должны делать. Вот сказки. Я, может, потом расскажу одно. Я, по-моему, в прошлый раз рассказывал. Абдушин... Абдушин что имеет в виду вот в этом отношении? Я не помню, в каком догладе. Ну, не важно. Речь идет о переживании. Переживании. Но я говорю, что почему нельзя знать будущего? Я тоже говорил, что если мы будем знать, что впереди нас ожидает там беда или радость, мы перестаем жить от сегодня до того момента, когда нам это предсказали. В ожидании вот этого всего. Следовательно, мы не наберем той суммы переживаний, которые мы могли бы пережить. Нас решают этого. Поэтому предсказания, скажем, они вредны. Не надо никому обращаться. Поэтому и Господь нам не дает срока. До дня и час не дает. Он сказал, когда вы все увидите, вот эти войны и нарастать будут вот эти беды, знайте, что вас судят уже. И в любой момент это может произойти. Но, если вам дать срок, скажем, что это будет 10 марта 2016 года, скажут, все, не надо работать, не надо платить долги. Давай, сейчас, мы ждем вот этого. И многими говорили, о, если это будет, да, здесь надо брать кредиты в банки, не отдадим. О, как вы хотите это использовать. Тогда вы знаете, куда отбросите? при этом. То есть, люди об этом не думают, что непорядочность как раз зачтется, что если ты планируешь вот такую акцию, ну, они же нас к банке грабят, так это ваше персональное дело будет рассматриваться, и их тоже осудят, ну, и вас осудят за то, что вы вот это сделали. Так что переживать нам положено, потому что в переживании мы накапливаем духовный потенциал, духовный опыт, и нас лишать этого не должны. Знание каких-то сроков. Он душино даже курсирует, переживание, как страдание ныне, пережить, я понимаю, и Слово Божие вы не должны записать в память, вы должны им жить, оживотворить его в себе. Жить должны Словом, в этом и суть причастия ко Христу. Я не просто знаю цитаты Христа, а я стараюсь ими жить, и я их при этом, кстати, начинаю понимать все. Надо ли нам ходить в храмы, надо ли им поститься, молиться, давать милость у него тоже. А Иисус говорит, не делайте так, что ненавидите. Если у вас душа этого не хочет, значит, в этом что-то не то. Вот я тоже, мне иногда хочется в храм, сходить, думаю, вот выберу время, схожу, приду, и вот там, как это, думаю, вот отдых здесь, место намоленное, здесь хорошо, и душа отдыхает, там все, и какую-то информацию получаю, как бы, на перепутье. Вот я дошел до какого этапа, что дальше делать? Мне говорят, ну, пока жди, жди. Я говорю, чего? событий. И работаю. Как работал, так и работаю. Прошу, а что будет? Придет время, узнаешь. Какой сценарий? Придет время, узнаешь. Потому что, знать сценарий для психики иногда очень тяжело, если знать правду. Далеко не многие могут правду выдержать, такая, как она есть. даже людям, непосвященным, сказать все, что я вижу, им, быть страшный вред. Когда-то я с этим столкнулся, в самые первые свои месяцы. Я посчитал тогда по своей неопытности, что говорить теперь, я как раз стал на это путь, я должен всегда говорить правду. Я несколько раз такое напоролся, и понял, что, во-первых, есть такое понятие умолчания. Если ты знаешь правду, лучше помолчи, потому что человек этой правды воспринять не готов эту правду. И если ты ему это скажешь, кроме вреда ничего не сделаешь. И когда тебе требуют ответа на вопрос, если ты скажешь правду, тоже будет вред. Что я должен делать? Опять по Библии. Ложь во спасение. Если я скажу правду, пойдет сильная агрессия этого человека на меня, на других людей, следовательно, он будет порождать бесов. А я провоцирую его на это. И поэтому я четко убедился, что правда должна быть дозирована. И я вижу, насколько человеку можно открыть этот элемент правды. Вот так и так, и больше нельзя. А потом чуть больше, а потом чуть больше, а потом начинает складывать пирамиду свою, или фундамент, и говорит, а что же вы мне-то сразу не сказали? Говорит, если бы я вам сказал год назад, вы меня погнали бы отсюда. Вы что тут творите? А вот элемент за элементом, когда у вас начинает складываться картина, и бесы начинают проигрывать в вашей голове постепенно, тогда вам можно дать и больше. Но ведь есть люди, которые с легкостью врут. Постоянно. Да, у Гоголя есть такой персонаж Ноздрев, помните? Я насчет сомнений. Ангела Меркель в самом начале, когда этот поток пошел, она говорит, наша страна открыта. И тогда еще как-то мне зародились сомнения, что все-таки беженцы много-много-много. В данном случае политические сомнения. Я вне политики сразу скажу, тем более на территории Германии критиковать какие-то действия правительства я никак не буду. Нет, я не отдаю на то, что все-таки в нашей городке маленькой деревне достаточно количества Берлида. Поэтому не переживай. Смотрите, Германия является членом НАТО, правильно? достаточно активным. Кто разорил Африку северную и исламский мир? НАТО под управлением США. И теперь что получается? Беженцы идут и говорят, зачем вы нас, нашу жизнь сломали? И теперь нас пускать не хотите, да еще злитесь? Что это называется? Это народная карма, общенародная. Что сделать? Она еще из бывших временов сильно хотели чисто нации выдержать вот теперь. И не только же беженцы проблемы ваши, а экономика как страдает. Потому что очень многие связи разрушены. Кому это выгодно? Выгодно Америке. Они расцветают и конкурентно способную Европу начали очень сильно просаживать и добиваются колоссальных прибыли за счет этого. А почему правительства европейские обслуживают их, это спросите у них. Обслуживают интересы не свои. Почему? Ирина, я хотела спросить на какие вопросы. Вот бывает в жизни, насчет того, что ты сказал, смотрите по изменению вашей жизни, вот цветут как-то ступеньками, и на каждой ступеньке происходят изменения. На одной больше, на одной меньше. И вот ты чувствуешь, что тебе дают какой-то объем, какой-то, но не все. И дальше, и дальше. вот каким образом уловить, вот, вот на каком-то этапе жизни произошли огромные изменения. Уменялось все в жизни. А вот душа чувствует, что, наверное, еще есть следующий этап. Вот таким образом не пойти неправильным путем. Ну, еще раз говорю, что сама индикация дается нам жизнью. Если идут изменения в лучшую сторону и достаточно быстро, значит, вы идете быстро. Если изменения почти не происходит, знаете, что вы либо топчетесь на месте, либо двигаетесь очень медленно. Для меня это было главное, потому что мне часто через мозг шло, ты добился, ты уже такой, попытка раскачать мое тщеславие. А у меня еще тогда были, немножко оно было, оно постепенно умирает. И вот чувствую, вот среагирую, и я сразу нет. Если я сегодня добился этого, что же будет через год? Зачем же быть очарованным этим промежуточным результатом? Посмотрим, все будет через глаза, через десять. И я вот так их прогонял, я находил вот те формы, опанировал, все, и они разбегаются, потому что если они натыкаются на четкую простую логику, они сразу отступают, они не могут с ней сражаться. И когда вот, а на каком-то уровне, я говорю, на том уровне, который мне есть, зачем мне оценивать себя? Зачем? потому что оценивать меня правильно может только существо, которое выше меня. Понимаете? А я, говорю, я за ней берусь. Я, говорю, я призван на эту службу, я рядовой, и все. И никаких мне лычек и звезд не нужно. Кто я есть, кто и есть. Ну что, надо закрывать, наверное. Все? Достаточно? Мы можем побеседовать еще. Итак, спасибо.